25-й день российского вторжения. Огромные потери и тотальное разочарование оккупантов. В Украине их не ждут и не встречают с цветами. Ни один скупой букет еще не упал ни на одну из безымянных могил освободителей. Их презирают, ненавидят и уничтожают. Но у российского Минобороны по-прежнему все по плану. Наступательные действия продолжаются. Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. По плану и уничтожения соседней страны почти 15 тысяч уничтоженных российских солдат. Для них это расходный материал. Но окажется пушечное мясо, отправленное на братоубийственную войну, уже начинает что-то подозревать. СБУ перехватило очередной телефонный разговор оккупантов с родней. В окружении этого оккупанта из более 60 военных осталось лишь около 13. Неудивительно, что командир батальона принимает взвешенное и волевое решение. Увязли и попали оккупанты конкретно. Во всех смыслах. Разочарованные посты строчат даже одни из главных действующих лиц последних 8 лет. Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин сетует на то, что война идет не по сценарию Москвы, а время работает против нее. Не покажут по российским каналам и эту пресс-конференцию. Потому что наш зомбоящик показывает о том, что тут спокойно все. Мы не агрессоры, а вошли сюда как миротворцы. На самом деле мы разрушаем. Уничтожили очень много городов, сравняли их с землей. Убили большое количество людей, невинных людей. Убили семьи, разрушили, что никогда не забудется. Заставили людей жить в подвалах, находиться на поле. Не могу сказать, как другими словами. Не военнослужащие Российской Федерации, а фашисты, которые безразборчиво стреляли по мирному населению. Наш главный командующий лжет и обманщик всего народа. Он обманул не только нас, но и всю Россию. Сделал просто из нас фашистов. Хочу обратиться ко всему миру. Донесите в Россию. Заблокируйте новости, те, которые показывают в России. Покажите настоящее, что происходит здесь. В украинском плену уже более полутысячи российских военнослужащих. Их планируют обменять на захваченных украинцев или привлечь к восстановлению экономики Украины. Вряд ли еще несколько дней назад оккупанты могли себе это представить. Сначала их обманули с боевой мощью второй армии мира. Теперь заливают глаза зомбированных россиян отнюдь не божьей росой по поводу успехов в продвижении войск и скором взятии Киева. Правда, активных боевых действий, как и предсказывали военные эксперты, больше нет. Не хватает мощи, мотивации и веры. Чтобы хоть как-то напакостить Украине, в ход идут даже погибшие солдаты. Миф, что они там в удобрения превратятся, им семечки там надо засыпать, чтобы проросло. Нет, это будет долго, и потом трупный яд этот будет мешать нашей же посевной. Вот собаки много не съедят, волки тоже. То есть они их погрызут чуть-чуть, и они так и останутся. То есть это наша проблема будет. Поэтому я прошу, кто волонтеры, кто это, придется их собирать и сдавать куда-то в реприжератор, отправлять там их назад, чтобы их там по ДНК идентифицировали. То есть у них тоже есть мама. Потери российской армии сложно подсчитать даже тем, кто эти потери наносит. Как сообщает Минобороны Украины, только за прошедшие сутки с Тингером сбит российский вертолет Ка-52. Чувак, буква В, буква В, чувак, вот звери ты прям стою, обстрелянный. А силы спецоперации успешно уничтожили склад с боекомплектами оккупантов. Навсегда остановленные колонны захватчиков уже становятся привычным зрелищем на украинских дорогах и полях. БТР командно-штабный и БМП-2. БМП-2 и еще одна БМД-шка. БМД-8, две мотолыги, один танк, один кушетка и одна БМП-2. Тем не менее, все еще продолжаются единичные обстрелы из тяжелой артиллерии некоторых украинских населенных пунктов. С начала вторжения Россия выпустила более тысячи ракет по территории Украины. Погибло минимум 115 детей и тысячи мирных жителей. А лупят россияне туда, где никакой военной инфраструктуры отродясь не было. И так, чтобы обязательно пострадало мирное население. Судя по всему, основные свои силы Россия решила сконцентрировать в уже захваченных местах. Особенно из-за этого страдает Мариуполь. Из него пытаются выжать все соки, чтобы отомстить и отыграться за провал Блицкрига. Гуманитарные коридоры нормально не работают, а жителей города принудительно вывозят в Россию или ЛДНР. Напряженная и сложная ситуация в Буче, Ирпене, Гастомеле, Бердянске и Харькове. Сейчас, в этой фазе, когда Российское командование не смогло выполнять основные задания, которые перед нами стоят, начали фаза репрессии. Поступают численные сообщения от наших спецслужб, от Генерального штаба, о том, что Федеральная служба безопасности начала искать винных в Збройных силах Российской Федерации и в других формированиях, то же самое Росгвардии. Сотни и десятки военнослужбовцев поддаются принизливым переверкам. Их взвинувачивают в відмове, в відведенні боєвих дій, в слабкості характера, в трусості, в боєгусстві. І під удар потрапляють навіть генерал і вищі начальники Збройних сил Російської Федерації. Но россиянам об этом не расскажут, поэтому 75,5% из них одобряють идею военного вторження даже в Європу і считають, що первой европейській страной должна стати Польща. Такі результаты соціологічного опроса получила компания «Актив Групп». Две трети респондентов допускають применення ядерного оружия, а вот среди українців єдинства побольше. 93% опрошенных соцгруппой «Рейдинг» верят в то, що Україна сможет достойно отразити нападення Росії. А 95% жителів считають Росію врагом. Понимаєте, що це притуплення, у якого немає срока давності? Сдавайтесь в плен, бросайте оружіе, уходите дому, уходите живими і здоровими к своїм сім'ям. Взять всім давним-давно вже понятно, що таке це спецоперція Путлера. Везде, кроме конкретно осажденных територій, українська армія дає достойный отпор агрессору. Уничтожаються понтонні переправи, збиваються ракети, полностью ліквидированы российські батарії «Ураган» і МСТАЭС. Своїй участи дожидаються і карманні генерали Путина. Причем зачастую при невыясненних обстоятельствах. Тільки по офіційній інформацій, с начала вторження ліквидировано більше десяти высших командирів армії России. В тому числе не мене шести генералів. Среді них Тушаев, Герасимов, Колесников, Суховецкий, Митяєв і Мордвичев. Ви ж це міско, котре, знаєте, ваше генералі вами грають, як в цих, в стратегіях компьютерних. Обвели вас квадратиком, левой мышкою кликнули і побіжали чернобаевку брати. Раз в ебать, зможем повторити. Два в ебать, зможем повторити. Три в ебать, зможем повторити. Нормально, да? Зерграж в ебать. Ну і нічого. Ви ж любите таку хуйку. Вашим генералам потом памятники поставят, которые вас туда уже в пятый раз под ту чернобаевку погнали. Чернобаевка стала поистине бермудским треугольником для россиян. Заходящая сюда техника оккупанта остается здесь навсегда. А вот памятники многим российским генералам, скорее всего, никогда не появятся. Хоронят их тихо, без прессы, лишних свидетелей и зачастую даже родственников. А их былые заслуги намекают на то, что смерть могла быть отнюдь не случайной и вовсе не героической. Так, в биографии генерал-майора Олега Митяева, страницу о котором сейчас россияне спешно пытаются удалить из Википедии, значится следующее. Занимал должность заместителя командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии. Ликвидированный на днях командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Андрей Мартвичев о реальном положении дел в российской армии и событиях последних восьми лет на Донбассе знал тоже слишком много. Ранее Путин уже устранял генералов вне поля боя. Волонтеры сообщества «Инфонапалм» составили список смертности российских генералов за 20 лет. Некоторые из них один в один повторяют судьбу друг друга. Статистика заставляет задуматься. За более чем 10 лет 11 генералов погибло в автокатастрофах. 15 были застрелены или застрелились. Причины смерти еще 16-ти — отравление или сердечный приступ. Только вдумайтесь, за неполные 20 лет были ликвидированы все генералы-герои Первой и Второй чеченских войн. Все до одного. Но об этом по федеральным каналам РФ вам не расскажут. Считается, что свою карьеру палача Путин начал в 98-м с организации убийства генерал-лейтенанта Льва Рохлина, который тогда считался возможным преемником Ельцина и пользовался большим авторитетом у армии. Его нашли убитым ночью в своем доме 3 июля. А уже 5 июля Ельцин официально назначает Путина главой ФСБ. Он принимает решение собрать неподготовленных пацанов с кораблей, создать полки и необученные полки, пушечное мясо, пушечным мясом и кровью заваливая поселки чеченские, бросил их на смерть. Прием продолжали отправлять вот это пушечное мясо. Даже уже после того, как появилась возможность осуществлять их доподготовку, без какой-либо доподготовки в течею. Нет, это политическое убийство. Никого бытового нету. На чем основан вошел? На разговоре с ним за месяц-два до убийства он говорил мне об этом, что ожидает, в любой момент это может случиться. Он чувствовал, мы угрожали его, пытались заставить замолчать, но не хотел молчать. Жесткая позиция против президента, против этого правительства, этого курса. Спустя несколько лет после этого при катастрофе вертолета погибнет еще один видный генерал-лейтенант Александр Лебедь, который участвовал в войне в Афганистане и вооруженном конфликте в Приднестровье. Считалось, что на выборах 2004 года он может составить конкуренцию Путину. Действительно, эти люди причастны к большим деньгам, к результату, который не был позитивен для России. И кроме того, они много знают. Устранение конкурентов, свидетелей его ошибок или позорного разгрома для Путина не впервой. Отработанный и бесполезный для себя материал он попросту тихо утилизирует, отправляя его даже не на свалку истории. Правда, в последнее время появляется все больше информации о том, что российские элиты хотят ликвидировать самого Путина. По последней информации разведки Минобороны Украины, среди наиболее вероятных способов устранения – отравление, внезапная болезнь или несчастный случай. В качестве возможного преемника рассматривается глава ФСБ Бортников. Примечательно, что именно он в последнее время попал в немилость российского диктатора. Из-за роковых просчетов в анализе реальной ситуации и реальных настроений населения в Украине. А также недооценки боеспособности украинской армии. Видимо, Владимир Путин наконец-то стал догадываться, спустя две недели войны, что что-то, видимо, с разведой информации было не так. Такого прям победоносного марша на Киев не получается. И он начал искать виноватых. И появилась информация о том, что Сергей Арестович Беседа, это многолетний руководитель сначала департамента, а потом службы пятой, он, собственно, был отправлен под домашний арест. Весь там еще сотрудниками. А потому теперь остается лишь гадать, кто кого в начинающем гните российском зоопарке съест первым. И что же в итоге с Шойгу? Будем ждать ваших мнений по этому поводу в комментариях. Спасибо, что смотрите до конца. Подписывайтесь на канал, делитесь роликами с друзьями. И если имеете такую возможность, поддерживайте нас по ссылкам в описании. Благодаря вам мы сможем выпускать еще больше видео и еще больше людей узнает правду. Живи Беларусь! Слава Украине! Нет войне! Слава Украине!